В неделю вторую по Пятидесятнице Православная Церковь честовала память всех святых в земле русской просеявших. Митрополит Челябинский Мяский Алексий совершил в этот день Божественную Литургию в Свято-Симеоновском Кафедральном Соборе. Наши предки, восточные славяне, приняли крещение в 988 году при князе Владимире. За тысячу с лишним лет Русь подарила миру великое множество угодников Божиих, святителей и мучеников, преподобных и блаженных. Это плод преображающего действия Святого Духа, который пребывает в Церкви со дня Пятидесятницы. Торжество в честь наших святых соотечественников было установлено на Всероссийском Поместном Соборе в 1918 году. Православные очень любят этот праздник и называют его именинами Святой Руси. Прихожанам Свято-Симеоновского Кафедрального Собора он дорог еще и потому, что северный предел храма посвящен всем святым русской земли. В честь престольного праздника после литургии верующие обошли вокруг собора крестным ходом. Владыка щедро окроплял богомольцев святой водой, а в завершении молитвенного шествия обратился к прихожанам с проповедью. Мы сегодня в евангельском чтении слышали слова Христа Спасителя, его обращение к апостолам, к апостолу Петру, к Андрею, как он их призывает на апостольское служение. И вот наши предки, наши сродники, наши соотечественники, они услышали этот призыв Христа и пошли за ним. И точно так же и мы с вами, дорогие мои, должны слышать этот призыв Христов и идти за Богом, идти за Христом, идти по пути в Царствие Небесное. По словам владыки, нашу страну не случайно называли Святой Русью. На протяжении столетий она была оплотом истинной веры и благочестия, и даже 20 век явил целый сон великих подвижников, таких как святитель Лука Крымский, вся жизнь которого была непрерывным служением Богу и ближним. Кроме того, митрополит Алексий попросил верующих не забывать надевать медицинские маски на время богослужений, соблюдать другие меры безопасности. Не надо Бога искушать. Поберегите себя, поберегите своих близких, родных. Как известно, ситуация вновь обостряется, и с каждым днем людей, заболевших коронавирусной инфекцией, становится все больше.